здравствуйте друзья это канал india magic tv и с вами я олег сегодня несколько необычное видео у нас она сделана по просьбам зрителей и подписчиков у меня на канале есть несколько роликов посвященных индийской кухне и индийской уличной еде зрители в комментариях попросили меня рассказать как приготовить индийскую еду у себя дома и сегодня мы с вами у меня на кухне во владивостоке сделаем самый популярный индийский комплексный обед тали про это блюдо талии я рассказывал в одном из видео это видео было полностью посвящено индийской кухне для тех кто это видео еще не посмотрел я специально приведу здесь его небольшой фрагмент рассказывающий именно о талии для того чтобы вы имели представление о том что мы будем сегодня готовить если вы уже смотрели этот фильм про еду то можете это место промотать как можно рассказывать об индийской еде и не упомянуть о талии это такой довольно широкий класс индийских комплексных обедов которые подаются в металлической или пластмассовой тарелки с несколькими отделениями собственно талии это сама посудина сама тарелка от нее и произошло название блюда я сейчас нахожусь в городе решикеши в столовой ашрама вам прост ашрам большинство иностранцев которые приходят сюда покушать даже не знают как называется этот ашрам потому что все его называют просто талии ашрам или ашрам в котором можно покушать дешевая и вкусная талии вот я наконец-то дождался своего талии блюдо это здесь не всегда одинаковое оно отличается например днем одно а вечером состав его немного другой кроме того в разные дни недели повара также могут менять состав этого блюда согласно традиции независимо от своего состава правильная талии должно содержать в себе все вкусы то есть сладкий соленый горький и кислый и вот в этом ашраме это ведический ашрам из чего бы не было сделано конкретное талии оно всегда соответствует ведической традиции на данный момент такое блюдо стоит здесь чуть меньше доллара то есть 60 рупий это мой друг коллег он живет у меня всегда когда я уезжаю в индию такой бессменный жить и жители смысле иногда иногда он едет в корее ездит в южную корею ночью вот я индию люблю олег любит южную корею я тоже люблю южную корею идем на рынок нам надо будет купить кое-каких продуктов для нашего индийского талии потому что оказалось что у меня есть не все дома нам надо купить олег в первую очередь чечевицы купить найти а если мы найдем ее то хорошо пойдем в том киоске посмотрим все 13 и ничего нету вот 500 взял с собой из дома все следующий раз принесу мелочь я не взял кошелек мне выделил 100 рублей спасибо так что нам еще можно было бы купить для талии ты не держи ты мне вот сюда сложить сумку вот это вот цветная капуста сколько здесь я не знаю грамм стоит 115 рублей в индии она будет стоить рублей 10 наверное какой белочек 115 рублей что тут это не цветная капуста это золотая капуста вот сначала варим рис пока рис варится мы будем делать чапати обыкновенный рис вот такой берем кубань в данном случае попробую я ставить рис в мультиварке надо рис помыть будет несколько раз я морю раза четыре года меня два стаканчика воды на стаканчик риса время пошло вот для чапати будем использовать вот такую муку к сожалению потому что другой муки нет у меня это мука выше сорт белая но лучше использовать какой-то не высший сорт лучше какую-то более серую муку такой первый сорт чем чем грубее помол тем лучше но у меня нет все это у нас спонтанно заведем тесто на чапати чапати нам нужно немного все это будем делать очень быстро чапати состоят просто из муки воды и соли это у меня соль добавляем немножко соли добавляем масло вот такого добавлю оливковое масло можно любое масло немножко масла даже можно побольше водички холодной и начинаем вот так как обычно вымешивать это тесто пока варится рис еще нам нужно будет сделать дал для дала мы купили с олегом чечевицу специально там на канале есть видео старое где чапати делает мастер этого дела кулинарного миша с которым мы в индию ездили я в этом деле любитель не профессионал и делаю так чтобы было быстрее вот уже тесто почти готово индийцы это все делают очень быстро исключительно быстро несколько минут у них чапати готова уже мы тоже стараемся делать это быстро должно быть такое однородное оно как только оно становится более-менее однородное можно заканчивать вот так вот делаем шарик из него делаем шарик берем тарелочку вот берем тарелочку кладем туда тесто и пусть оно немножко полежит подождет своего часа сейчас пока стоит тесто ожидает своего момента немножко оно должно как это сказать чего-то набрать какой-то энергии тесто должно не набрать энергии оно должно просто стать более однородным для этого оно должно немного полежать а мы пока займемся далом дал дал это неотъемлемая часть талии ну как талии без дала не бывает дал это такая похлебочка из разных бобовых так это цветная капуста у нас цветную капусту мы взяли для сабджи сабджи это овощи тушеные будем делать сабджи из цветной капусты и картошки ну из обычной капусты сабджи можно делать из всего что угодно из любых овощей из грибов там в общем что вам нравится из того и делаете чечевица вот такую чечевицу я купил для для дала для дала чечевица это будет у нас один вид дала а второй вид дала мы будем делать из обыкновенного гороха поскольку дал это просто бобовое в переводе это чечевица очень вкусная вот такая чечевица коричневая она здесь в пакетиках она здесь вот в таких пакетиках дешевле покупать не в пакетиках а просто вот так если вы увидите такую чечевицу распакованную просто вот то обязательно покупайте очень вкусная вещь вот этого нам хватит вот этой чечевицы двух пакетиков на двоих даже много варить я буду чечевицу вот в такой штуке называется это скороварка такие скороварки были очень распространены в советское время в хозяйстве сейчас у нас практически ими никто не пользуется в России но в Индии ими пользуются везде повсеместно они бывают вот такие маленькие бывают вот такие огромные на целую роту солдат скороварки или на целый ашрам можно у них сварить рису смысл в чем использование вот этой штуки она варит под давлением здесь есть крышка емкость кастрюлька и крышка крышка у нас имеет уплотнитель резиновый а здесь клапан спускной клапан и когда мы варим в этой штуке внутри создается избыточное давление когда у нас создается избыточное давление то повышается температура варки если в обычной кастрюльке температура не может быть выше 100 градусов когда кипит вода но под давлением вода закипает при большей температуре чем больше давление тем больше температура кипения соответственно получается температура может быть 120 градусов и еда варится в несколько раз быстрее чтобы сварить такую чечевицу в обычной кастрюле нам потребуется минут 45 если не больше здесь она варится от момента закипания варится 4 минуты разваривается в кашу нам разваривать в кашу не надо а кстати эту скороварку я купил в Индии видите это фирма Хавкинс очень распространенный бренд возможно это даже британский какой-то бренд не знаю но это вот хорошего качества она у меня уже несколько лет покупал я ее в 2009 году в Путапарте в Индии и привез домой сюда много лет она мне служит чечевицу мы будем варить не в пакетике мы будем варить вот так эту чечевицу мыть не надо она уже готова вообще следует учесть что вот это все что мы делаем это самый быстрый вариант без зажаривания в данный момент вот в данном случае мы не будем зажаривать никак эту чечевицу сразу варим если мы предварительно это еще и зажарим то это получается жареный дал очень вкусно но долго у нас задача сегодня сделать все очень быстро это индийские специи без этих специй у нас все это получится конечно но это будет не совсем индийская еда для того чтобы еда получилась индийская нам нужны специи овощи мы будем готовить вот с такой приправой для сабджи сабджи это овощи здесь уже все готово смесь всех приправ которые нужны для приготовления сабджи Эта очень полезная штука называется хинг. Это так называемая асафетида, смола асафетида. Называется она еще хинг. Является заменителем в ведической кухне. Она является заменителем чеснока и лука. Мы ее будем использовать при приготовлении второго вот этого дала из гороха. Будем использовать вот этот хинг. А для вот этого нашего первого дала мы используем вот такую приправу. Это называется гарам масала. Продается просто в Дели на рынке. На Пахарганже я покупал. Классно пахнет. Ну, можно добавить вот этой приправы. В принципе, можно добавить все приправы. И будет классно. Вот эти чанки чат масала, она уже с солью. Такая смесь, остро-соленая. Остро-соленая смесь. И очень вкусно. Она, кстати, хороша. Вот эта приправа чанки чат масала. Очень классная штука. Если вы берете кукурузу, варите кукурузу, потом обсыпаете вот этой чанки чат масала и кушаете это. Просто обалденно. Чеснок еще будем использовать в приготовлении дала. Вообще, в ведической кухне чеснок не используется. Вот кришнаиты, они чеснок никогда не кушают. Но мы будем использовать чеснок, чтобы было вкусно. Можно использовать вместо чеснока вот этот хинг, асафетиду. Если ее обжарить на сковородке с маслом, то получается вот именно чесночный такой запах. Один в один чеснок. Но мы будем использовать настоящий чеснок. Чеснок можно сюда же и покрошить, в этот дал. Гарам масала. Это гарам масала, просто пересыпанная в другую баночку. Я люблю много приправы. Можно где-то... Где-то вот так. Мы еще положим сюда чили, перец чили, чтобы было остро по-индийски. Если вы не можете кушать острую еду, то лучше не класть чили. Дальше заливаем водичкой это все. Воды должно быть где-то в 2,5-3 раза больше, чем количество дала. Добавляем растительного масла. Это самый быстрый способ приготовления дала. Не совсем правильный, не совсем корейный. Обязательно добавляем соли. И еще я добавляю соевого соуса немного. Это лично мое вот такое. Мой способ. Сварился рис, кстати. У нас. Я добавляю соевого соуса. Вообще, соевый соус можно, в принципе, добавить вместо соли сюда. Можно добавить соли и соевого соуса. Можно просто соли. И я добавляю еще сахар. Мне так больше нравится. Лично мне, чтобы еда была чуть-чуть сладковатая. Сладковатая. Немного соленая и слегка сладковатая. Также, если вы вдруг пересолите, то можно добавить сахара. Это спасет ситуацию в некоторой степени. Да. В общем, ты спасаешь. Меня спасают. Да. Все. Закрываем нашу скороварочку. Защелкнули. И ставим на плиту. Включаем плиту. Теперь у нас второй дал. Второй дал мы будем делать из гороха. Поскольку скороварка у меня только одна, то горох мы будем варить в кастрюльке. Горох варится гораздо быстрее, чем чечевица. Поэтому ничего страшного, если мы его сварим просто в кастрюльке. Горох, наверное, желательно помыть. Вот этот, который из пакетика. Горох просто я залил водой и ставлю его на плиту. Пусть он варится просто в воде пока что. Понадобится нам еще сковородка для этого дала. Наливаем сюда масло растительного. Будет жирный дал. Насыпаем сюда асафетиду. Кидаем сюда чеснок. Мы с тобой сегодня, Олег, наготовим на неделю. Вы же приходите и кушайте. Приправку. Это гора масала та же. Та же самая гарам масала. Здесь смесь каких-то приправ. Я не знаю, что в эту гарам масалу входит. Можно посмотреть в интернете. Я просто покупаю ее в Дели, на рынке. Вот в виде уже готовой смеси. Называется гарам масала. Гарам это горячий, масала это приправы. И это все поджариваем. Ну и вот я подумал еще добавить в наш дал куркумы. Ой, ну ничего. Получается вот такая масляная, масляно-приправная смесь. Теперь берем вот отсюда, с нашего варющегося гороха, водичку. И добавляем сюда. Можно там горох попадается, ничего страшного. Можно добавить еще соевого соуса. Горох грозится убежать у меня. Уменьшим огонь. И теперь все это мы вот сюда выливаем. В наш варящийся горох. А это можно облизать. Но лучше всего сделать вот так. Чтобы ценная подливка, вот эта поджарка, не пропадала у нас. Готово. Наш дал начинает вот так шипеть. Это начинается процесс кипения внутри, под давлением. Когда давление достигает определенного уровня, открывается клапан и спускает пар. Вот в этот момент нужно установить время на таймере. 4 минуты. И запускаем таймер. Пар на самом деле не горячий. Теплый. Потому что он расширяется на выходе и охлаждается сразу. Второй дал у нас варится вот в кастрюльке. Он как вулкан. У него там накапливается, это все накапливается. Все, таймер задвенел. Снимаем скороварку с плиты. Просто она вот должна вот так остыть в этом состоянии. Потому что там процесс продолжается, вот этот процесс кипения. Несмотря на то, что я снял, если сейчас открыть крышку, спустить это давление, то мы увидим, что вода там кипит. Даже не на плите. Я нарезал картошку и цветную капусту, которая на вес золота у нас во Владивостоке. Полкилограмма 115 рублей. Это будет наша смесь овощей или сабджи. Вы можете класть в сабджи все, что хотите. Баклажаны, кабачки, капусту обыкновенную. Поскольку сабджи это просто смесь различных овощей, тушеных. Я все это делаю так, как мне кажется правильным. Я не повар и вообще не знаток индийской кухни. Просто делаю так, как вот вижу. Мое видение сабджи. Сейчас будем делать сабджи. Берем вот такой чебунок или что это? Полусковородка, полукастрюлька. Опять же добавляем туда растительного масла. Вы, если не хотите, можете не добавлять много растительного масла. Это не обязательно. Мне нравится, когда масла много. Ну да, от жира не полнеют, говорят. От жира не полнеют. В принципе, тот же самый процесс. Берем вот эту приправку. Сабджи масала. Это специи для сабджи, для овощей. Специально. Открываем. Пакетик еще не открыт, не распакован. Наверное, если бы я не стал сегодня делать этот али, я бы так этот пакетик и не открыл. Вот. Это такая приправа. Специально для овощей. Она уже соленая. Ммм, какая она острая. Какая она классная. Масло у нас сразу загрелось. Давайте тоже используем здесь немного асафетиды. Для пикантности. Асафетида должна быть пережарена перед использованием. Тогда у нее меняется запах. Он становится приятный. Пока ее не пережаришь, запах у нее отвратительный. Для некоторых людей мне, в принципе, нравится даже, когда она не пережаренная. Добавим немножко чесночка. О, пошел запах. Чувствуешь, дали? Ммм. Запах индий. Запах индийского базара. И добавим немножко пока что вот этой приправы. Мы потом еще ее положим в процессе. Сейчас чесночок обжарится. И высыпаем наши овощи. Картошку, конечно, я порезал очень крупно. Все очень крупно. Просто мне лень. Резать мелко. Я хочу, чтобы все было быстро. Я буду делать хитрое такое сабжи с помидором. Мне помидоры очень нравятся. Я люблю помидоры. Мой любимый фрукт это помидор. А я добавлю еще сюда помидор. Уже смотрится красивее. Добавим еще приправы. Вот этой приправы. Которая у нас сабжи масала. Сабжи масала. Перемешаем. И наливаю я водички. И поскольку я люблю соевый соус, то добавляю еще и соевого соуса. Немножко. Ну и надо посолить. Я вместо соли буду использовать сейчас соевый соус. Обязательно, поскольку вот есть здесь помидор, помидор дает кислый вкус. Поэтому надо добавить немножко сахара. Ну это тоже все зависит от человека. Вот кто-то любит без сахара. Мне нравится, когда еда слегка сладковата. Китайцы любят сладковатую еду тоже. Всегда у них сахар присутствует. Ну, наверное, это не очень здорово. Не очень здоровая пища, когда там сахар. Хотя, с другой стороны, здесь сахара намного меньше, чем, например, в кружке сладкого чая. Ну, если так разобраться. Во всей вот этой... Во всей этой кастрюле. Это вот на эту, наверное, сковородку переместим сюда. Вернее, комфорку. Найду комфорку. Пусть она здесь. Пусть она тушится. Закроем. А мы займемся самым главным, самым интересным. Это чапати. Чапати. Займемся чапати. Когда у нас в 14-м или, по-моему, в 15-м году резко обрушился курс рубля, то люди, которые ездят в Индии, есть такой сайт, форум любителей Индии. И там кто-то написал, рубл, рубл, крэш, пати, он ли чай и чапати. То есть, отмечаем сегодня день падения рубля, кушаем только чай и лепешки чапати. Поскольку у меня электричество, а не газ, а для чапати нужен именно газ, то я буду использовать газовую плитку. Маленькую походную газовую плитку. И у нас уже сварился рис. Видите, вот рис у нас готов. Практически все готово, за исключением чапати. Это специальная сковородка для чапати, для лепешек чапати. Я ее тоже купил в Дели. Кстати, хорошего качества. Сковородка, она легкая, из алюминия, покрытого чем-то. Какое-то покрытие, анодирование или что-то, не знаю. Она очень легкая и удобная. И вот такие щипцы. Они тоже нужны для того, чтобы жарить лепешки чапати. Варятся овощи сабджи. Вот они такие красивые. Давай, Олег, проверим вот эту штуку. Главное, не взорвать дом. Есть. Это вот так. Вот так. Пробуем. Разбегайся все. Работаем. Наше тесто уже готово. Скалочка нужна вот такая. И пригодится нам еще мука. Чтобы не прилипала. Пусть нагревается. Берем кусочек теста. Это я тоже не мастер делать. У меня получается с трудом. Вот Миша, который у меня на видео, предыдущем по чапатям видео у меня было. Он это делает очень мастерски. А у меня никогда не получается круглый блин раскатать. Ну, это и не важно. Важен сам процесс. Раскатываем круглый блин. Он должен быть достаточно тонкий. И кидаем его на нашу разогретую сковородку. Чапатя должна слегка поджариться. Должна образоваться такая, как бы, ну, не корочка, а тонкий слой поджаренного теста. Переворачиваем. И с другой стороны. Потом делаем вот такой маневр. Сковородку убираем и кидаем нашу чапати на открытый огонь. Она должна надуться шариком. Но у меня не всегда получается. Даже немножко надулось. Это еще зависит от теста. С белой мукой она редко надувается хорошо. С индийской мукой все получается прекрасно. Но на самом деле, надулась ли чапатя или нет, в принципе, не влияет на ее вкус. Слегка она надувается, видите. И доводка до кондиции производится на открытом огне. Вот так. Этой лепешки. Если немножко подгорает вот так здесь, это ничего страшного в этом. Это нормально. Получается лепешка с дымком. То есть, на самом деле, вот эта сковородка нужна только на начальном этапе. Эй, сейчас сгорит у тебя. А, сгорит сейчас. Да, сгорит. Ну ничего, нормально. Все, чапатя готова. Делаем следующую. Вот это у меня кривая получилась. От этого вкус не меняется. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы чапати были ровненькие, круглые. Оно начинает сжиматься вот так сразу. Это потому, что такая мука, белая мука, она не очень хороша для чапати. Вот она взялась немножко снизу, видите. Переворачиваем. Здесь такая небольшая корочка. И поджариваем снизу. Потом на открытый огонь. Вот она у меня даже немного надувается. У продвинутых чапатеров, поваров или пекарей, чапати надувается вся. Вся такая, как один шарик такой красивый. Готово. Если вы не боитесь поправиться, можно сразу вот так намазывать маслом эти чапати. Здесь, пока они горячие. Можно масло не использовать. Это топленое масло, сливочное обычно. Получается у нас баттер чапати. Чапати со сливочным маслом. Это вот доза на одну чапати. Порция, вернее. По-быстрому раскатываем, я уже не обращаю внимание на геометрическую форму. Если ты этого не умеешь, то, наверное, уже никогда и не научишься делать круглые лепешки. Не говори. Наш оператор Олег попробовал свои силы в изготовлении чапати. Чапати. И у него отлично получается, потому что на самом деле ничего сложного здесь нет. Вот эта штука, она и сама по себе может вздуваться. Прямо здесь. Да, она может вздуваться на сковородке. Теоретически можно это делать просто на электроплите. Но оно не будет такое вот с дымком. Просто будет как бы жареная мука. Давайте посмотрим, вздуется ли у Олега чапати. Вот этот способ, я думаю, он сложился вообще у них тысячелетиями. Я много раз видел, как они это делают просто на костре. Разжигают костерок между кирпичей. И тетенька какая-нибудь сидит жарить на сковородке эти чапати прямо на открытом огне, на костре, на улице. О, вот это надувается, смотри как. Вот, собственно, это сами тарелки талии. Блюдо, которое называется талии, вот это слово талии, произошло от названия тарелки на самом деле. То есть талии это вот такая тарелка с несколькими отделениями. У меня есть вот таких несколько тарелок. Я сейчас взял две, помыл. Я их привез из Индии, купил в Дели. И купил специально дешевые, потому что они считаются чем легче, тем дешевле и менее качественные. Я купил самые легкие, самые дешевые, чтобы их легче было везти в рюкзаке. И они небольшие. Есть вот такие огромные тарелки с пятью отделениями. Здесь только три. И сейчас мы будем накладывать наши талии сюда. Так, сначала, конечно, основа это рис. Основа это у нас рис. Немножко переварился рис, но в основном вот так его и варят в Индии. Когда делают талии в ошрамах, нам много людей. Какой-то дал сюда. Можно вот так. Один дал. Второй дал. Сабджи. Овощи. Вот такие красивые. Вот такие красивые овощи. Можно повить вот так вот соусом вот этим рис, чтобы было вкусно. Обязательно сметанки надо. Индицы кладут не сметану, а кёрт. Йогурт. У нас этого кёрта нет здесь. Никто его не производит. Поэтому мы возьмём вот так сметанки. Очень крутая сметана. Собственного изготовления. Деревенское. Дальше. Что ещё есть у нас сегодня? Салатик есть. Салатик. Обычный салат. Вот такой. Вот такой. Это я, Олег, тебе делаю, Таил. Ну да, да, да. Олег специально сегодня не ел весь день. Вот наш оператор Олег, он специально весь день не ел в предвкушении вот этого талии. Потому что мы заранее запланировали, что мы будем делать сегодня это дело. Лепёшечки. Ну, это, наверное, потом. Это потом, но мы вот так вот сделаем. Как-то для красоты. Вот, Олег. Хорошо. Это мне. Отставьте в сторонку. Отставили в сторонку. Ну, в общем, кушать подано. Приятного аппетита. Я не знаю. Вообще, я узнавал, они не говорят приятного аппетита. Вот таких слов у них нет на хинди. Вообще в языке нет. Вот этих пожеланий. Приятного аппетита. Будь здоров. Когда человек чихает, мы говорим, будь здоров. Там этого нет. Значит, как это кушается? У нас есть ложечки, вилочки здесь. Но индийцы предпочитают кушать руками. Хотя они тоже кушают ложками и вилками, но часто они едят руками. Для этого предназначены как раз и чапати. Кроме того, что они играют роль хлеба, они еще и служат в качестве ложек и вилок. Берем чапати, отрываем кусочек чапати, вот так. Берем чапати, вот так вот делаем, вот так вот все это смешиваем. Берем рис этой чапати. Получается такой маленький завертончик. И отправляем вовнутрь. Все это смешивается. Если хотите, рис. И это делается вот с помощью чапати. Вот так, оп. И я заметил, что вот так вот с помощью чапати кушать гораздо вкуснее, чем если просто чапати откусывать, а кушать ложкой. Я не могу сказать вообще, с чем это связано, я не понимаю. Почему? Но вот так вкуснее. Когда вы кушаете в ашрамах, там бывает очень вкусная и дешевая еда в ашрамах, вот талия тоже, то там могут вообще не давать вам вилки-ложки. Конечно, можете кушать ложкой-вилкой, но вам надо будет ложечку с собой принести в кармане и ею потом кушать. Там вам дадут тарелку, вот такую тарелку талии. Дадут вам кружку для воды или для йогурта. А кушать вам придется руками или чапати. Но, если вы не хотите очень много чапати съедать, потому что если вы используете в качестве ложки чапати, то вам придется их съесть много, чтобы все это осилить. Да? Потому что каждый раз, каждый вот этот заход у вас уходит кусочек чапати на это. Очень вкусно получилось. Вообще просто супер. Так вот, если вы не хотите объедаться чапати, вам придется запастись своей ложечкой. Но это я имею в виду, если вы кушаете в ашраме. Если вы кушаете в кафе, в ресторанчике, там, конечно, вам принесут и ложку, и вилку, и нож, и все остальное. Ясно. Как будто в Индию вернулся. Скоро поеду. Ясно. Олег поедет в самой в Индию. Олег осваивает на уху кушание с помощью чапати. Ну, берем. Я бы, конечно, не с помощью чапати. С помощью чего-то другого. Ну, ты можешь и с помощью вилочки, ложечки. Ну, как чапати? Да. По-моему, чапати получились очень классные. Ну, да. И мы их делаем очень быстро. Чем быстрее делаешь, все, меньше заморачиваешься, тем лучше получается. Ну, что ж, будем прощаться. На этом сегодня все. В следующем фильме мы вернемся с вами в Индию и продолжим бродить по этой загадочной и интересной стране. С вами были два Олега на канале India Magic TV. Если видео вам понравилось, пожалуйста, поделитесь им в своих социальных сетях. Это поможет развитию канала. Чем больше у нас будет просмотров и подписчиков, тем чаще я буду выкладывать видео. Напомню, что вы можете подписаться на канал India Magic TV, чтобы не пропустить момента выхода следующего фильма. До свидания, друзья. До встречи на канале, а может быть и в самой Индии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok